В пятницу на субботу надо было свадьба, он женился, и его тут же арестовали, и им дали всем расстрел, но Горький заступился за их. Он кем был до Колымы? Чем занимался? Ему соврать, чтоб черту нужен упёркнуть. Он из заключения только освободился, а я не захотела, а нас к колхозу послали у лесопромхоз работать, отрабатывать, и я там отсталась, не захотела вернуться больше у колхоза, потому что год работаешь, а получать нечего, голодные были. Это лесопромхоз Богатольского, от Богатолу, а мы же в Богатольской районе были. После того, как я уже замужем побыла, девочка у меня была, она померла, и потом я уже в лесопромхоз поехала и не вернулась. И так мы начали колесить. Я думала, что, говорит, попадёшь хорошо, аж на них. Одна дуба села, а он... Он не понимал, что семейная жизнь. Он привык один. Один, чтобы ему пить, веселиться, а ты работай. И вот мы ездили, ездили, и в Киргизии побыли, и потом на север уехали, в Венесейский район. Там мы сперва сначала в Пане жили, потом в Никуле, нет, забыла какой, в другой участок жили. А потом нас на Леднево ответили, мою группу туда. И я со своей группой на Леднево была. Ну и там на Леднево он и нашёл свою жизнь пьяный, замёрз. 5 декабря там был как раз мороз, 45 градусов, а он ушёл на вторую сторону Енисея. Мы на берегу Енисея жили, как едешь так, мы на правую сторону жили, а на левую сторону лесопромхоз работал. И вот он ушёл в лесопромхоз пить там, в товарышу, ну и допился. И на тот свет пошёл. И я осталась с двумя детьми. Ну я бы от этого не уехала. Среди чужих людей лучше жить, чем среди своих. Спасибо, бабуля. Мне надо было детей учить. У меня парнишка был из 53-го года, а Тоня уже из 58-го года. Ну их надо было учить. А на нашей стороне только 4 класса. Надо переезжать на этой, каждый раз водку нанимать, туда и от этого. Это тяжело мне было. И я уехала в Вачинск. Вачинский птицесовхоз. Я стала плакать, пришла к Тимофею. А дочка долго не думаешь. Пошла к директору. А батько не было. Заместитель был. Батько куда-то отвернулся. А там была на упрочке Тимофея. Квартира пустая. И вот этот человек, заместитель, разрешил нам туда переехать. И Тимофей быстренько нас перевёз. Ну, в Киргизии жили. Он нанял меня, я кирпич делала. А он тоже кирпич делал, но где-то на Жалео. Там делали они кошары. А кто это такие кошары? Куда овец на зиму загоняют. И потом командировка у нас обратно, в этот же лесопромхоз. А где мы работали, ну, он только не в Деде-то, где мы сошлись, а в Киргизский лесопромхоз. А где до Киргизии мы работали. А пока мы приехали, а Киргизский лесопромхоз аннулировался, нету его. Вот нам пришлось от Эда собрало ещё. Мы ещё завербывались у Пойминских хим-лесхоз, а где добывают живицу, там... А что такое живица, баб? А? Живица, что такое? Смола. А? Вот, да, на лес лежит, кто выписал лесу себе, лежит палка, и вот так вот, порезанная, как ёлочка. Вот это мы там три года, я не жила, а знаю, существовала. Там у меня и Тоня родилась. Он пил, пил до невозможности. Это будто бы отработает 30 дней, а потом на 45 дней в больницу, а потом только телеграмма, пришли денег, пришли денег. А какие я деньги пришлю? Сами голодные ему посылали, а он там, раньше же в больнице кормили хорошо, а он там пил. Хоть в Красноярск посылали его, а потом дали группу ему, группу дали вторую, а вторую группу нигде не принимают. Вот когда на север мы оттуда уже уехали, с Хемлисхоза, еще в Красноярске маленько поболтались, и завербовались у совхоз Молокова, Енисейского района, ниже Енисейска, 370 километров по Енисею. Вот и там я отработала 9 лет. А я фактически, как вот встала, тоней положения в Хемлисхозе, это она в 38-м, в 48-м же году родилась, и с 57-го года, и да, покуда он замерз в 64-м году, я с ним не жила, только что под одной крышей жили. Ай-ай. Это раз в жизни. Я покуда на работе, привезут зарплату, он зарплату получит, он же мне всю не отдавал, а себе прикарманивать надо. А я и корми, и одевай, и все начнется. Я думала, с ума сойду. Почему замуж за него вышла? За его, но не хотела в колхоз ворачиваться. Потому что работаешь, работаешь год, и грамм 200 на трудодень получишь, а отходов каких-нибудь, а есть нечего. Надоело голодом сидеть, не купить, голые ходили, не купить, ни желудок на отсутить. Хотя от брата я ушла. От чего я ушла? От голоду да от холоду. А вообще, познакомились вы как? Где? Нас заставили, ну у нас три девчонки отсталось. Я отсталась, и с соседнего колхоза с Новопетровки осталось две девчонки. заставили нас, ну, вот такие вот летины, березы, длинно-длинно чистить от этой, от бересты. От бересты, от коры, это, мы жили на берегу Чулыма, вот по Чулыму сплавляли лес вот у богатул, старую богатулу сплавляли. Вот на, 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 это я, на, на, как лес привязывали к этому. А потом мы эти виты крутили, и лес этот, связывали плитами и угоняли. И вот мы, а чем чистить? Дали лопаты. Ну, лопаты надо же навострить. И вот я зашла, и так вот, это, истрю его. И он пришел, и давай со мной разговаривать. А потом говорит, знаешь что, давай выходи со меня замуж. А я ему говорю, а здесь не место говорить про замужа, надо работать. вот и так мы сошлись, и то, а потом я каялась, а что делаешь? Куда пойдешь, кому скажешь, кому я надо было? А потом он, когда уже в Киргизском лесопромхозе жили, он пошел в Булатова, получил мои денежки, 700 рублей там, ну, сколько хлеба, хлеб оценили, и отдали. Как ему отдали, я не понимаю. И он что мне не сказал, и я должна вот, это он весною, или среди лета, а осенью, в октябре я родила, знал, что у нас ребенок будет, даже замотать не его, что было. Витя родился, замотать не его, что было. А когда он все деньги это пропил, я деньги получил, в колхозе, Женькина. Так мог, говорит, всю пропил, теперь уже нету. А потом, что надумался, ты, мол, подай на Иванов в суд, что ты там работала, чтобы тебе отделили что-нибудь. А я думаю, псих я тебе больше подам. Уже ничего ему не сказала, потому что я боялась его. Это ж дурак, 15 лет отсидел на Колыме. Это ж дурные. А тетка его писала письмо. Витя не вздумай Настю обижать и не вздумай бросить ее. Живи хорошо. Она была во время войны, она ленинградская, в Ленинграде жила, а во время войны ее в Горький эвакуировали. Такая-то тетка. Я говорю, бери деньги и езжай в Ленинград, раз ты ленинградский. Если я поеду в Ленинград, я сестер своих поперебью и обратно на Колумбу пойду. А за что? Да кто-то написал ему письмо или тетка эта же, что у них еще тетка другая есть, но она совсем ослепла, но она живет с этими сестерами здесь с ними. И они ее всяк обзывают и все. И вот за это. За то, что он... А, и ленинградцы, они все пьяницы. И до войны они пили там. Что, Ленинград это ж... Знаешь... Гнездо богачей, купцов, помещиков. Капиталистов разных. Это же Гнездо. Что я вам рассказывала? Только что отец сам себя застрелил. А почему? А их признали, ну, как думали, что они против советской власти, когда воевали в 17-м году. А жили они где? А он командиром был. Отец... И деды, и прадеды ихние. Военные были. И взял свою армию и перевел на... на сторону красных. С красными вместе воевали. Покуда ж их раз... Это узнали. А покуда ж узнали, он и застрелился. Заработаешь у меня. А мать учительницей была. А звали как? Не помнишь? А? Звали как? Имя? Отца Александр Федотович, а мать Анна Андреевна. А фамилии у них Есинские были? А вот... Есинские. Фамилия Есинские. А у матери две фамилии было. Она и на свою, и на Кромина Есинская. Или Есинская Кромина. Вот так вот. А сколько детей было в семье? А? Детей сколько было в семье? Детей. У кого? У деда. У его два сына. Были летчиками. Во время этой войны они оба погибли. А звали как? Василий и Николай. Эти сестры. Ольга, Нинка. Эти живые остались. А Антонина и мать во время блокады умерли с голоду. Листья из деревьев. Стали листья на деревья. Они наварили, наелись и померли. Баба, а за что дед на Колыме оказался? Кого? На Колыме за что оказался? Да кого? Как тебе сказать? Он кем был до Колымы? Чем занимался? Я могла соврать, чтобы черту нужен упёркнуть. Он мне говорил, что он работал вместе и с этим... А... Фамилию забыла. Также фамилии забываю. В Москве, который за... Секретарь ЦК в ЛКСМ был. И он там работал. И вот он приехал домой в пятницу. В пятницу на субботу надо было свадьба. Он женился. И его тут же арестовали и им дали всем расстрел. Но Горький заступился за их. Но он знал их. Горький... Это... Не Максим Горький... Это... Я Горький говорю. Где Горький? Ай... Как же его фамилия? Уже забыла. Старичок работал у этой... У Кремля. Так не допустил, чтобы их расстреляли, а дали им по 10 лет. И они когда ехали, я тага первая секретаря ЦК ВЛКСМ в Новосибирске сняли с вагона. Он был туберкулезник. И он при смерти был. Так его сняли. А Виктора отправили на Колыму. Баба, а он что-нибудь из детства рассказывал, дед, про детство свое? Где учился? В Ленинграде учился. А где он учился? Они жили в Ленинграде, учился в Ленинграде. Вот он писал. Освободился, и паспорт получился в 20-е годы рождения. А от Кеды же в 20-е годы рождения, если их... Это... Ежовщина была в 38-м... Ну, да, в 38-м году. Ежовщина вот эта. Из колхоза много пропадали людей. Вот заберут, даже в район не поступить, поедут родные проверять, а он и не поступал в район. Дорогу и прибьют, а где-нибудь закопают, да и все. Так и это... Я ему, знаешь, столько лет пробыла, ему что соврать, что черту должен упернуть. Одинаково. Я уже ему не верила. Ничего. Болтает, болтает. А на кого учился, не рассказывал по профессии? Кто был? Журналист, экономист. Экономист? Журналист. Журналист-экономист. Разве такое бывает? Ну, журналист. Он грамотный сильно. А тогда, что так было, освободить-то освободят, но туда он не приедет. Его за 100 километров не допустят. А вот, я помню, у нас из этого шелпана тетя Маруся работала ночным, ночным скотником. Она и с Игорьком, с сыном жила, ну, с сыном, с семьей. и Виктор написал прошение, и все, и их освободили. Ну, они и поехали. Их не допустили, и им пришлось завербоваться на Кавказ. на юг. Вот так вот. Писал еще что-нибудь, кроме прошений? Книги читал? Не, это же, бутылки писал. А с Ленинграда письма приходили? А? Письма с Ленинграда приходили, письма. С Ленинграда? Ага. Один раз и перевод был я мой сестры, от Ольги. Перевод был, письма, писала Ольгина дочка. Писала. А как зовут Ольгину дочку, не помнишь? Тамара. А фамилия у них как, баб? А, не знаю. Их, их сам хрен не поймет. Вроде он говорил, это сестра, Ольга, она воспитывалась в сестры. А раз воспитывалась в сестры, то и сестры, но фамилия. А вернуться никогда не хотел, дед, тебя забрать в Ленинград. Кого? В Ленинград, дед вернуться, не хотел тебя забрать с детьми туда. Не, он, я говорю, с ней только по лесу ездит, да по деревне жить. А в городе не стоять. Она не городская. А мне это все передают. Где бы она, вот, финка с нами жила, Лена, она тоже ленинградская. Он что, говорит с ней, она же все равно мне передать. А мне, знаешь, как кипит на середку. Думаю, мат твою, так, стал пенсионером, 18 рублей получал пенсии, и ту, я не видала. И у меня тягал деньги, получит, половину отдать, половину пропьет. так что мне некуда было с Яночкой кидаться. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ